Столовка. Макароны по глазки. Всегда обязательно есть какой-то суп. Всегда суп. И компот. Школьная столовка это самое важное место в школе. Я говорил об этом не раз и именно поэтому всегда посещаю эту локацию, когда снимаю свои экскурсии 360 по школам в Англии. Как кормят школьников в Англии это очень наболевший вопрос наших клиентов компании Мариаде. Но обеды в школах Англии всегда сбалансированы, а ученики зачастую сами собирают себе заказ из очень насыщенного и почти всегда интернационального меню. Более того отношение к школьному питанию в британских школах и колледжах настолько организовано, что здесь даже учитываются потребности вегетарианцев и отдельных конфессий. Международный колледж Кэтс Кэнтербори максимально соответствует этому стандарту. Местная школьная столовая выглядит ну просто шикарно и занимает целых два этажа. А главный повар Кэтс колледжа мистер Янг даже знает, что такое макароны по-флотски. Ну просто фантастика. Смотрим видео. И теперь вы оставили на потом самое важное место. Да-да. Какое самое важное место в школе? Столовка. Это сердце школы? Нужен довольный живот, чтобы получать знания. Это так. Вы можете видеть меню. Меню. Да, меню. Если есть какие-то аллергии, то они указаны здесь. Студент может увидеть, есть ли в меню выбор для пункта номер два. Два значит, что там присутствует глютен. Если у вас его непереносимость, тогда это блюдо нельзя есть. А это наш шеф, мистер Янг. Мистер Янг, рад встрече. И я, он может что-то посоветовать нашим студентам. А вы готовите какие-то русские блюда? Иногда. А можете назвать? Мы иногда готовим макароны по-флотски. Макароны по-флотски. Каждый третий запрос, шеф, макароны по-флотски. Приготовь. Мистер Янг, вы меня убили. Я никак этого не ожидал. Правда. Я думал, вы скажете борщ, знаете? Так я и борщ готовлю. И борщ тоже. Да, и еще курицу. Уважение, правда? Вы знаете, что такое макароны по-флотски? Это очень простое блюдо. Это говяжий фарш с луком и пастой. А по-флотски это русское название. Это значит флот. Совершенно верно. И хорошо его студенты кушают. Да, да. А все готовится здесь? 90%. 90% понятно. Некоторые продукты покупаются в заморозке и готовятся здесь. Но большинство мы готовим с нуля. Печете хлеб? Да. Да, даже свой хлеб. Студенты стоят здесь в очереди. И выбирают, что хотят. Да, выбирают там мясо, овощи, салаты вон там. И также десерты. Классно. Ну... Но мистер Янг это ваш коммерческий аргумент. Для колледжа. Сковородочку нагреешь, отрежешь кубик маслица и туда положишь. И он так медленно тает, растекается. Есть еще второй этаж в столовой колледжа. Кат Кентерберри. Да, классно вообще. Вот, пожалуйста, можно так сесть и, общаясь со своими сокурсниками, одноклассниками, да, кушать в Англии, в городе Кентерберри, макароны по-флотски. Родители, наверное, будут очень довольны. И компот, да. Надо спросить у мистера Яна, знаешь, что он такой компот? Наверное, не знает. Трехразовое питание, ну и, конечно, дополнительные промежуточные перекусы. Дети, особенно мальчишки, постоянно же голодны. Мой сын 12 лет, уже в два раза ест больше, чем я. В колледже КАРС для перекусов даже предусмотрена небольшая кафешка в общежитии, где дети живут. Давайте туда тоже заглянем. Я рассказывала вам о столовой. Сюда студенты приходят на завтрак, обед и ужин. Набор блюд на обед и ужин всегда одинаковый. Всегда обязательно есть какой-то суп. Всегда суп? Да. Сюда и выбор четырех главных блюд. Одно вегетарианское, одно веганское, рыбное, куриное, мясное, может быть, какое-то иностранное блюдо. Разнообразные. И десерт. Салаты. Да, салаты, фрукты, овощи и десерт. А вы знаете какие-то русские блюда? Киевская котлета, но это не русское блюдо. Ну, может. Это что-то, что я называю русской курицей. Вы можете назвать пыльмени. Это русские равиоли. Борщ. А, точно, борщ. Иногда здесь подают восхитительный борщ, не так ли? Да. Вы можете видеть, что меню очень обширное. На обед и на ужин. Но если студенты хотят какой-то перекус, они приходят сюда. Это маленькая кофейня. Понятно. Можно выбрать багет, жареный бутерброд, фрукты, кофе. Понятно, хорошо. А если голоден между основными приемами пищи, можно купить здесь шоколадку. Понятно. Или заглянуть в соседний магазин. Мы с директором подразделения опекунства компании Мариаде сняли целый отдельный выпуск по теме особенностей школьного питания в Англии. Мало того, что мы постоянно ездим по самым разным школам Англии и все везде дегустируем. Наши собственные дети учатся в частных британских школах. А какой самый часто задаваемый вопрос, именно связанный с питанием, который ты слышишь от русскоговорящих родителей? Суп. Суп. Совершенно верно. Есть ли суп на меню? Дают ли супы в английских школах? На завтрак. Что они дадут? Они дадут яйца, сосиски. Все есть, чтобы дети не должны ничего не купить личного. Когда детей вы отправляете в Англии, вы много деньги давать. Не надо. Там же в описании будут ссылки на видеоэкскурсию 360 по колледжу КАЦ. Классы, общежития, знакомства с учителями и многое другое. И там же будут подсказки того, как можно связаться с нами, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Субтитры сделал DimaTorzok